Теперь дальше. В магазин я всё так же не хожу. В мире сейчас мейнстрим на туалетную бумагу заказывать. Я заказала 32 рулончика, надеюсь, на день хватит. Интернет-продажи во всём мире увеличились в несколько раз. В некоторых странах запретили выходить на улицу, поэтому все заказывают в сети. У нас же многие люди решают самостоятельно обезопасить себя и не появляться в общественных местах. В 2019 году жители Иркутской области потратили около 104 миллиардов рублей на покупки онлайн. В этом году цифра будет ещё больше, прогнозируют интернет-продавцы. За последнюю неделю количество заказов увеличилось практически в два раза. Люди заказывают много туалетной бумаги, крупы, макароны, тушёнку. И мы даже собрали некую продуктовую корзину, в которой представлены все товары первой необходимости. Паники никакой нет. Я думаю, что товара хватит на всех. Самый популярный товар сегодня – дезинфицирующие средства. Таким большим спросом они никогда не пользовались, рассказывают владельцы интернет-магазинов. А вот что касается одежды и обуви, ситуация без изменений. Люди в обычном темпе готовятся к лету, заказывают новые футболки и купальники. Цены с учётом роста курса доллара, конечно же, повысились. Но здесь большую роль сыграла ситуация в том, что в Америке в связи с коронавирусом магазины онлайн дали очень большие скидки. И то есть цены они сейчас стали даже ниже, чем они были до роста доллара. На складах за границей товар дезинфицируют. Об этом сейчас уведомляют в письмах всех адресатов. Для тех, кто на карантине или решил самоизолироваться на всякий случай, покупки в сети – единственная возможность получить что-то из внешнего мира. У большинства магазинов сегодня есть бесконтактная доставка. Курьер просто оставит заказ у двери. Но не стоит, сидя дома, от скуки покупать всё подряд. С увеличением продаж в интернете станет и больше мошенников. Люди всегда выбирают то, что им удобнее. Но комфорт не должен идти в ущерб безопасности. Поэтому, если вы совершаете покупки в сети интернет, не надо использовать зарплатную банковскую карту. Лучше выпустить дополнительную и зачислять на неё только сумму предполагаемой покупки. Совершать покупки в интернете нужно обдуманно. Пользуйтесь проверенными сайтами. Не поддавайтесь панике и берите то, что вам действительно необходимо. Алена Драчикова, Александр Барановский, АЭС-ТВ